всем привет мои хорошие с вами Аки Эмили и сегодня у нас с вами не запланированный желтый мукбанг желто-красный такой мукбанг сегодня у нас наггетсы мои любимые это самое любимое для меня это наггетсы я их просто обожаю здесь в каждой упаковке по 9 деревенская картошка здесь соусы мои любимые уже не сырный соус это кисло-сладкий и барбекю то есть на 9 наггетсов бесплатно дается у нас два соуса не знаю как у вас напиток у них я покупать не стала потому что не очень нравится мне кола которая именно в макдональдсе мне нравится магазинная кола либо какой-то вот такой напиток мне типа кажется что это менее вредно чем газированные напитки но даже не знаю правильно ли я считаю или нет давайте откроем кисло-сладкий соус каждый раз когда я хожу вправо в большие супермаркеты всегда ищу кисло-сладкий соус но что-то не могу найти девчонки писали в комментариях где можно его найти но вот супермаркет который они говорили базар-стор мне сказали да рядом с моим домом его нету даже поблизости нету куда-то ехать как-то неохота есть честно только из-за соуса кто знает где еще можно купить кисло-сладкий соус барбекю видела брать не буду а вот кисло-сладкий не видела ой давайте приступим как я люблю найдется как я их обожаю мне кажется особый кайф кушать их макдональдса купил сразу сел поел и вышел к сожалению радуем себя тем чем можем на открытом воздухе вроде бы рестораны работают но там такая очередь всегда бывает как там недавно позавчера по моему был инцидент зашла магазин одежда для просто снимала влог хотела купить два платья и даже консультанта сказала говорю вот эти два я возьму я у нее спросила можно я сниму как на мне два других платья и и она мне такая да конечно снимая приходит другая консультантка и такая кто вам разрешил вообще это снимать для такая смысле я не снимаю тебя я не снимаю ваш магазин я на себе снимаю платье почему я не могу это сделать магазин это общественное место почему я не могу снять магазин прикол в том что в моллах тебе никто ничего не говорит хоть ты вот идешь и снимаешь всем пофиг реально зашла в минесо там тоже настолько культурные консультанты я всегда честно вот поражаюсь именно минесо я говорю можно я сниму нагридал я говорю я не на телефон я на камеру такая пожалуйста то есть у таких людей хочется покупать такое обслуживание еще и знаете очень не люблю ты идешь например в какой-то магазин и консультанты прям за собой идут как раз таки этот магазин из тех где консультантов заставляют прям идти за покупателями это честно действует на нервы иногда нужна помощь прошлый раз с фати в сабину зашли мне действительно нужна была помощь я спросила у консультантки она мне помогла то есть одно дело мне нужно например тональный мне нужна тональная основа самого светлого оттенка например от лореаль вот там не знаю тестеры показать еще что-то иногда бывает вот магазин одежды ты хочешь просто походить чтобы никто за тобой не ходил по пятам и ходят а вам помочь а вам подсказать да не надо я сама в общем такой плачевная опыт у меня был я почитал комментарии под последним влогом и там девчонки пишут алька чё за колхозное платье хорошо что так получилось хорошо что их не купила я сейчас смотрю реально почитал комментарии думаю правда колхозная и хорошо что так получилось все что не делается в жизни все к лучшему мне всегда эту фразу говорили подруги когда что-то плохое происходило в моей жизни расставание например у меня была первая любовь и вот это вот расставание первое для меня было ужасно я думала уже все на этом жизнь покончена я уже никогда не найду такого человека а сейчас прошли годы я повзрослела помнила я просто понимаю что с этим человеком у нас бы ничего бы не получилось даже если бы мы бы создали семью то есть мы развелись вы просто это маленькая упаковка картошки посмотрите сколько здесь картошки такое ощущение что как будто перепутали обожаю деревенскую картошку она невероятно вкусная фри не очень люблю особенно в макдональдсе фри она очень тонкая в общем когда я смотрю назад я понимаю господи какая глупая дурочка была меня настолько не уважали со мной так обращались я все это терпела просто потому что это мои первые отношения я всегда хотела что мои первые отношения были на всю жизнь хотела годами встречаться потом создать семью я по сути не очень конфликтный человек не очень и в то время я вообще относилась ко всему как к должному я помню совет моего брата он мне однажды сказал что хочешь чтобы парень за тобой бегал просто делай вид что ты не сохнешь по нему не звони не ищи не ревнуй мне кажется все таки мужчина они по натуре охотники им нравится когда девушка ну не прям знаете падает в колени и обожает своего мужчину казалось бы должно быть наоборот но к сожалению вот так вот как вкусно просто гляньте нужно уметь отпускать людей смотрю дом 2 и кто бы что не говорил мне кажется лучше смотреть на отношения и видеть например ошибки одного человека а потом в своих отношениях например не повторять эти ошибки все таки со стороны виднее когда мы с этими розовыми очками мы можем многое не замечать многое прощать просто чтобы быть рядом я смотрю эту передачу и там есть девушка Милена да она просто умоляла этого парня вернуться к ней возобновить отношения что она изменится она станет лучше пожалуйста вернись ко мне и потом она через три дня дает совет своей подруге так скажем ты почему себя не уважаешь надо себя в отношениях уважать вот так сяк и ты вспоминаешь что неделю назад она сама совершала эти же ошибки то есть я не хочу сказать что она лицемерная нет просто мы иногда не замечаем как мы совершаем ошибки а когда кто-то совершает мы уже видим что это неправильно поэтому такие передачи мне кажется очень помогают правильно выстроить отношения обращаешь внимание на чужие ошибки и стараешься не допускать такие же ошибки у себя в жизни приехала моя мамочка я безумно безумно просто рада я ее очень ждала она ровно месяц была в деревне мы получили разрешение сельское хозяйство азербайджаном горячая линия я позвонила объяснила ситуацию что мама едет не просто отдыхать а нужно этим заниматься мама получила разрешение и она поехала так что закон мы не нарушаем все офигенно мы сначала получили разрешение я очень переживала что вроде бы разрешение получено мало ли что в дороге что-то произойдет и отправит обратно такси уедет дальше и оставит там посередине пути я сегодня с утра прям была на нервах ну вроде как там сказали что 99,9% все будет окей но все равно переживала наггетсы просто обалденные там целая история была даже с тактистом я вам влоги рассказала поэтому повторяться не буду но мама столько вкусняшек привезла сыр деревенский опять же во влоге увидите деревенские яйца я обожаю желток в деревенских яиц он такой желто-желтый сыр орехи грецкие целый пакет орехов там целый пакет орехов для фати прикол в том что так как у нас в огороде там не знаю гектар например орехов у нас просто нету желания их кушать например мы дарим эти орехи каким-то своим родственникам один раз я к Шелле просто как в подарок отвезла потому что Шелле такой человек он например едет в Грузию там есть очень крутая приправа хмели-сунели и она всегда ее привозит мне то есть она очень такая знаете внимательная в таких вещах она не забудет если даже ты попросил не знаю 100 грамм она привезет тебе полкило то есть не мелочный человек и обязательно сделает то что ты ее попросил очень ответственный человек Шелле так вот я отвезла значит эти орехи к Шелле и она с таким аппетитом их ела мне даже один съесть не хочется потому что настолько привыкла что это вот сплошь рядом уже вот орехи где сидят напишите в комментариях любите ли вы орехи если да то какие больше надо как-нибудь в следующий раз купить три бургера например биг мак мак чикин биг тесте и съесть три бургера мне кажется я могу и 30 штук съесть но полезно ли это можно ли у меня какая-то странная особенность которая меня уже начала немножко пугать я сегодня утром проснулась и у меня вот на как сказать на большом пальце здесь значит розинка причем такая большая розинка черная я так смотрю и у меня никогда не было здесь розинки а потом проходит где-то час и она исчезает напишите пожалуйста было ли у вас так на одном и том же месте время от времени появляется розинка а потом исчезает в любой непонятной ситуации как вы думаете что я делаю я захожу в гугл и вот все врачи говорят ой не надо гуглить приходите сразу к специалисту и так далее бред я загуглила одну болезнь которую я заметила у себя я не буду в подробностях это рассказывать потому что это немножко личное в общем я ввела свои симптомы и по идее я поняла что у меня за диагноз потом когда врач мне поставил тот же диагноз я просто такая я знала я в интернете прочитала про это причем диагноз такой ерунда но я люблю по каждой мелочи обращаться к врачам я бы могла просто пойти купить таблетки выпить и все окей было бы но нет я потратила 7 тысяч сдала анализы сдала кровь посев все дела зачем не знаю как же это было вкусно два соуса у меня осталось в общем на этом все спасибо огромное что досмотрели это видео обязательно подписывайтесь на мой инстаграм всем желаю удачного дня приятного аппетита с вами Блайка Эмили всем пока